АПЛОДИСМЕНТЫ Идеи, советов и то, что для меня самое интересное, что самые полезные были, самые простые, идеи. Я хотел бы поделиться с вами одной идеей. Кто здесь работает в бизнесе? А кто работает в другой организации, не бизнес? А у кого есть работники и коллеги, которые не всегда самые положительные? Это может быть поможет. Значит вопрос. И тоже для меня интересно. Я попросил Дмитрия, который эваливает, чтобы уделить внимание на выражение, на язык, как я перевожу. Потому что на самом деле перевожу прямо на русский. Значит вопрос. Где вы играете игру? Где вы играете? Над линией или под линией? Значит, самое важное, что хорошая сторона – это над линией. Под линией – это плохая сторона. Above the line, below the line. Значит, первое – я нарисую линию. Я хотел вам описывать, что люди делают, когда они играют под линией. Я знаю, что это не вы. Вы, конечно, играете исключительно здесь, в прошлом месте. Правильно? Вы увидите. Что люди делают, когда они на длинии играют? Значит, когда что-то не то, что-то не получается, не продал, не закончил работу. Что они делают? Обвиняют. Значит, буквы я сделаю по-английски. По-английски blame. Обвиняют. Кого они обвиняют? Коллег? Начальство? Клиентов? Погода? Олимпиаду? Экономику? И интересно, иногда они и себя обвиняют. Вот это самое тяжелое. Да, я такой человек. Обвиняют. Но это нехорошо. Это на длинии. Blame. Что они еще делают? Это тесно связано с этим. Опоздал на встречу, на какую-нибудь. Что они делают? Объясняют, конечно. Ну, дают предлог excuse. Как по-русски будет? Как отговорка? Обра-оправдывающая. Обра-оправдывающая. Да, значит, excuse. Make an excuse. Это может переводиться и причина. Почему? Ну, очень часто. Это тоже связано. Значит, обвиняют кого-то и оправдывают себя отговорком. И самое плохое, я сказал бы, это отрицают. Нет такой проблемы. Вот когда я начал работать с маленькими бизнесами, вот, часто встречался. Я говорю, как идет бизнес? Довольно хорошо. Ну, а сколько денег вы делаете? А, мы не делаем деньги. Мы на самом деле теряем, там, где-то, там, 100 тысяч в год, там. Ага. И какой у вас там удел рынка? Ну, очень маленький. А, значит, в чем состоит вот этот хороший бизнес? Это, значит, denial. Отрицают. И тоже мы заметили, что интересно, что слово bed выходит. Есть такое выражение по-минейски. You make your bed and you lie on it. Если не встаешь с кровати, наверное, ничего хорошего не пойдет. Здесь это, значит, то, что мы не делаем, правда? Мы не будем делать. Ну, другие делать, наверное, да? Это не наше вина. Что мы должны делать? Я, кстати, на Facebook попробовал с русскими, там, с русской диаспорой, там, общаться. Как переводится ownership, to own the problem. Переводы, пожалуйста, если можете мне помогать. Владение. Так? Владеть. Владеть, править, править проблемой, да? Это, кто-то тут сказал. Отвечать. Я думаю, лучше объяснять. Стать и быть хозяином проблемы. Это, значит, это моя проблема, значит, я буду решать. Вот это самое главное. Не отдавать кому-то, это, значит, это ваша проблема или наша проблема, это моя проблема. Own the problem. Own a ship. Это тоже по-английски интересно. Own, значит, свой, ship, корабль, значит, хорошо, значит, возможно, управлять своим кораблем. Это особенно в бизнесе, по-моему, важно, что, вот как это делал, как я описывал, там, бизнес хорошо идет. Насколько хорошо идет, значит, зарабатывая деньги, сколько именно, значит, быть готов, как это переводится, accountability, подсчетность, может быть, подсчетность, может быть. Подсчетность. Хорошо. И это место идет по несколько словам responsibility. Значит, такое предложение, когда вы обсуждаете, может быть, с подчиненными человеками, с группой, может быть, настроение не то, спросите, например. Ну, я спрошу сейчас, кто играет по длине здесь? Кто собирается на длине играть? И кто? А кто? Кто победил? Еще раз. Кто на длине его? Да, вот так вот. Конечно. И, значит, вопрос, который мы начали, там, жертва или победитель, это по-английски это будет здесь, victim, потому что, victim, жизнь, это происходит со мной, значит, я жертва. Или победитель, виктор. Спасибо, Mr. Toastmaster. Спасибо, Mr. Toastmaster. Спасибо, Mr. Toastmaster. Продолжение следует...